Добрый вечер! Добрый вечер! Есть это, есть сейчас это... Ты продаёшь мясо и майонез. Как? Главное придумать красивое название. Берёшь мясо, обжарил, обжарил майонез. Всё, придумал название, например, стейк Монте-Кристо. Фух, 210 гривен. Съели. Съели, видишь, и радуются. И спасибо, говорят ещё, 210 гривен. Или опять берёшь мясо, обжарил, майонез, добавил всё. Медальоны Бонапарта. Тащите. 300 гривен. Пожалуйста. Но! Ратя, сеньора, вон! Ты понял, в чём секрет? Ну... Ты просто придумываешь название и продаёшь его. А так... А так только мясо и майонез. Вот тебе мясо. На! Придумай название и продай. Это что я с ним делаю? Отбивай! Отбивная, отбивная! Секундочку. Отбивная! Элитный ресторан. Кто у тебя купит отбивную? Раз, 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 раз! Завтрак в Бастиле. 370 гривен. Бон аппетит! Хорошо, а если... А если нет мяса? Как нет мяса? Нет, нет мяса. А майонез? И майонеза нет. Да не бывает такого. Ну, нет, майонеза. Майонез всегда есть. Вон, возле швабры целое ведро стоит. Ну, допустим, такая фантастическая ситуация. Огромный метеорит летит на землю и падает на единственный майонезный завод. И всё, нет майонеза. Да типуньте на язык, дурак ты. Попрости прощения у майонеза. Попрости майонез. Прости майонеза. Ну, даже если такое будет, да. Тогда есть хлебчик. Хлебчик. Раз, раз, котлетки. Ну, Пашу придумал название. По 60 гривен котлетка. Всё, и ушло. Я понял. Понял? Всё, нет ничего, есть мясо и твоя фантазия. Нет, ну, как я всё понимаю, там баранина, баранина. Вот именно. Нет баранины, нет свинины, нет телятины. Есть просто мясо. Вон, видишь, в морозилке, вон там в углу кусок лежит. Ну? Как ты думаешь, сколько он там лежит? Ну, судя по плесени, три месяца уже. Три года. Поэтому не важно, что клиент хочет. Ты достаёшь это мясо и делаешь именно то, что ему нужно. И продаёшь. Баранина, свинина. Ты видел нашего поставщика? Ну? Он весь такой вот в собачьей шубе. В такой стильной собачьей шапочке. И в таких чёрных кошачьих перчаточках. Ты хочешь, чтобы я спросил у него, откуда у него мясо? Ладно, последний вопрос. Эволюцию блюд выучил? Нет. Блин, ну как вас тонко учат? Записывай. Значит, эволюция блюда. Вначале берёшь большой кусок мяса. Да. Раз-раз там намутил, обмалял его в чём-то, зеленью посыпал. Майонез размазал, размазал. Пожалуйста, вам. Бараний бог. Ели, 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 не доели. Говорят, вкусно, шикарно, очень. Клёво, всё, уехали. Думаем, нифига себе, не пропадать же мясо. Мы его забираем, нарезаем, нарезаем, опять обжариваем майонезиком. Освежили. Опа, стейки! Ели стейки, жевали. Говорят, шикарные просто. Да верните с собой. Завернули с собой, все равно остались. Ну, ёлки-палки. Вы зажрались там или что? Вы не на тех напали. Вы не знаете, с кем вы связались. Давайте стейки. Хоп-хоп, порезали ещё. Отбили, отбили, отбили. Отбивные, пожалуйста. Опа-оп-оп-оп-оп-оп. В розницу раздали всё. Жевали отбивные. Жевали, жевали, жевали. Не доели отбивные. Да, ёхан и бабай. Вы что, издеваетесь над нами? Давайте отбивные. Опять разрезали их, обжарили, обжарили, помутили, подливки залили. Бив строганов, тащите. Едят, едят. А ему уже две недели, ё-моё. Блин, опять не доели. Ладно, смотри, тогда берём раз, 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 замутили. Та-дам! Пицца Маргарита! То есть, всё мясо после смерти попадает в пиццу? Всё мясо. А пиццерия это филиал ада на земле? Наконец-то ты понял. И вот эта изжога, этот адский огонь. Но ты ещё должен знать, что после смерти у мяса начинается загробная жизнь. Нет. Фарш! Любишь пельмешки? Уже нет. Котлетки любишь? Я ухожу. Нет. Нет. Ты попал в нашу гильдию поваров. Я ухожу. Иди и работай. Ошибок не бойся. Всегда есть пицца. Иди. Котлетки любишь? Котлетки любишь? Котлетки любишь?